Речь идет о практике повышения защищенности или безопасности информационной отечественных организаций. И, собственно, это задача, которая в полном объеме ложится на плечи тех людей, которые называются руководители организаций, отделений, подразделений, управлений, служб информационной безопасности, которые, собственно, этим занимаются. Ну вот, позволю я себе немножко изложить ситуацию вокруг этого человека. Вот приходит он на работу, наслушавшись того, что говорили на этом, на этой конференции, на других, а говорили много тем разных, очень много. И понимает он хорошо очень, что сверху два регулятора, которые между собой, а уже три, даже больше, не очень могут разобраться, есть там какие-то нестыковки. Валится нормативная база в объеме. Если говорить об требованиях ФСТ, то порядка 180 требований по защите. Если говорить про требования Центрального банка более детализированных, больше 400 на самом деле требований. Если вспомнить про ГОСТ 27.201, в соответствии с которым мы живем, 19 процессов. К каждому процессу добавьте еще там по 4, по 5 процессов, одно на другое умножили, опять их 150. И вот он сидит, бедный, плюс контроли, плюс еще, значит, один регулятор в виде Роскомнадзора, вот, не дай бог. И, в общем-то, засучил он руки бедные, сидит и думает, а что же мне сделать, вот, реально, чтобы я реально сделал какую-то работу, еще и чтобы реально я понял, что уровень защищенности моей организации повысился. Во-первых, как понять, что он повысился, вот, или как понять, что эта работа сделана, как понять, что нужно сделать. Ну, непростая задача. Непростая. Поэтому я хотел бы, вот, предварительно выскавшись на эту тему, с большим уважением, относясь к людям, которые практически своими руками решают проблему обеспечения информационной безопасности в собственной организации, предоставить слово сначала Сергею Данилову. Пожалуйста, Сергей, прошу. Хотел бы поделиться, а есть, меня зовут Сергей Данилов, я возглавляю управление информационной безопасности Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии, проще говоря, Росреестр, либо в быту. Хотел бы поделиться нашим опытом, который так волею судеб сложилось, что мы начали реализацию того, что попал в 250-й указ еще, наверное, в 2020 году, когда я пришел на службу. И история с недопустимыми событиями и прочими вещами подобными, она уже была у нас заложена в концепции еще в конце 2020 года, когда мы разработали ее в декабре и утвердили до 2025-го в развитии. Соответственно, каждый год мы ее корректируем. Значит, какие цели мы преследовали? Это было повышение практической безопасности, то есть, понятное дело, что в основном, исторически, наверное, специалисты или подразделения, которые занимались безопасностью, это было схлопнутое подразделение с IT-блоком, одно единое управление, больше занимались, наверное, скажем так, бумажной историей, да, то есть закрылись бумагой, и дальше, как бы, там, трава не растет, если что, я там письмо написал, документ куда-то отправил, с кем-то что-то согласовал. Соответственно, мы сделали упор на, именно, повышение практической безопасности, решили посмотреть, что же, вот, то, чего мы боимся больше всего. Выяснилось, ну, мы предполагали, что для нас, это, конечно, единый государственный реестр недвижимости, я думаю, для каждого из сидящих здесь в зале, это, ну, наверное, одна из самых таких, вещей тяжелых, да, или близких к сердцу, это его недвижимое имущество. Соответственно, ну, и остальные наши ресурсы. Порядка 32 систем у нас на тот момент было, сейчас их немножко подсократилось, где-то мы, наоборот, приросли. Ну, в настоящий момент, там, 27 систем. Половина систем, там, была выведена из эксплуатации. Не то, что за ненадобностью, а мы полностью поменяли архитектуру. Был, если раньше государственный реестр недвижимости, то, ну, такая декомпозированная история по федеральным округам, территориальным управлениям, так называемый региональный информационный ресурс. Сейчас, в конце 2020 года, в октябре месяце, был запущен единый государственный реестр недвижимости. Наверное, я думаю, что это одна из самых больших информационных систем в стране. Это порядка 10 петабайт данных, порядка 10 миллиардов записей мы постоянно обслуживаем. И, собственно, ну, ЕГРН для нас стал такой, скажем, священной коровой, для которой любое, там, не знаю, внесение изменений нелегитимное, утечка данных. Еще какие-то деструктивные вещи, они для нас были критичны. Соответственно, мы пришли к тому, что нам необходимо исключить подобные воздействия на наши информационные системы. Провели с владельцами процессов, владельцами информационных ресурсов собеседование. Достаточно большая работа, наверное, месяца полтора мы с ними общались, вплоть до руководителя службы. И сформировали для себя ряд недопустимых событий. Их было 6 штук. Соответственно, для нас это официальный сайт реестр саморегулируемых организаций и единый государственный реестр недвижимости. Мы постоянно сейчас, в настоящий момент, пересматриваем эти недопустимые события с точки зрения новых информационных систем. Сейчас суперсервис формируем, в этом году должен запуститься. Это национальная система пространственных данных, которая будет, по большому счету, собирать геоподоснову или пространственные данные с 40, по-моему, из 15, пока в этом году, в 15 файлов, а всего должно быть 86 слоев по геоподосновой. Значит, когда мы подошли к этому, скажем так, снаряду, извините за словом, мы выявили для себя следующие вещи, что, первое, у нас пользователи или наши сотрудники, они, ну, по большому счету, они прекрасные юристы, прекрасные, не знаю, геодезисты, но с точки зрения информационной безопасности, ну, это просто как обычный пользователь, который, ну, достаточно низкой квалификации. Соответственно, мы запустили тогда же систему повышения осведомленности, это было в 21 году, и начали их обучать. Следующее, была сформирована команда реагирования на инциденты. Первым, что мы сделали, мы закрыли периметр, это, собственно, наши веб-ресурсы. К концу 21 года была сформирована и команда, и были... Извиняюсь. К концу 21 года мы сформировали и команды, и внедрили уже средства на нашем периметре, и внутрь мы еще пока тогда не полезли. Запустили всю систему в конце 21 года, ну, и, собственно, нас это спасло в 22 году. За весь 22 год мы собрали более 120 миллионов атак на наши ресурсы, и из инцидентов у нас было 7 штук, но мы считаем инцидентом, это когда у нас наши средства защиты, они фактически становятся, извините, опять же за сленг, в полку по процессорам и по оперативной памяти. Самым, наверное, громким инцидентом, что-то уже говорить, у нас был, это дефейс нашего сайта. В течение пяти часов пришлось полностью битрикс переписать, вырезать там модуль обратной связи, через который, собственно, реализована была атака. Увезимость была известна, но там по стечению обстоятельств не обновились. Ну и, собственно, все. В течение всего 22 года и по настоящий момент, мы, по большому счету, запустив эту систему, сервис ни разу не прекратил свое действие. Были проблемы с точки зрения производительности, но там другого характера, но с точки информационной безопасности не было ничего. Далее. Наши недопустимые события, к которым мы пришли, мы их вспомнили в 6 таких буллетов. Это нарушение работы ключевых информационных систем, это единый государственный реестр недвижимости, это федеральный фонд пространственных данных, федеральный портал пространственных данных, единая электронная карта основы, публичная кадастровая карта. Соответственно, подмена сменений в реестрах и фондах данных, о которых я уже сказал, дали полные или частичные утери данных. Такой объем данных, фактически мы там три раза его резервируем, его надо где-то хранить, это достаточно большие ресурсы и финансовые, с точки зрения эксплуатации, но тем не менее мы с этим справляемся. Соответственно, блокировка рабочих станций и серверов, мы пришли к тому, что если у нас одно территориальное управление станет больше, чем на 4 часа, не знаю, там шифровальщика поймали где-то в сети среди наших пользователей, то разгребать мы эту историю будем больше суток. Соответственно, при остановлении сервиса на сутки для наших граждан, наверное, это как минимум критично, а в каких-то бытовых ситуациях, по-моему, даже бывает фатально. Соответственно, утечка конфиденциальной информации и персональных данных наших пользователей сегодня, мы все знаем, вышел закон, так называемый закон Александра Химстейна по защите персональных данных. Мы реализовали все нормы, которые необходимо было сделать, слава богу, это был с отсрочкой в полгода, в июле был принят, сегодня он уже вступил в силу, соответственно, мы его отрабатываем, персональные данные, если раньше получали, грубо говоря, без вашего согласия, ваши персональные данные из выписки или из каких-то наших других материалов, вы не получите любое третье лицо. Дальше. Ну и, соответственно, нелегальное использование ресурсов Росреестра. В прошлом году у нас за 22-й год, по-моему, порядка 150 сайтов двойников было закрыто. Достаточно большая проблема, когда нашими ресурсами пользуются для того, чтобы зарабатывать денег, причем мы порой получаем негатив по обращениям граждан, с точки зрения, я обратился на сайт, не знаю, там, Иванов ИП, который занимается выписками и прочими историями, и начинается притензия к нам. А Иванов ИП не справился со своей задачей, он не успел ни обработать, ни подать даже это заявление, и вообще он работает нелегально, но при этом получает какие-то доходы. Значит, сегодня что у нас сделано? Мы развернули инфраструктуру информационной безопасности, внедрили базовые процессы, обеспечивающие мониторинг и исключение недопустимых событий, внедрили систему управления активами, пока в полуручном виде, но я думаю, что мы к этому подойдем уже там более плотно. По технологиям управления уязвимостями, нас научила как раз уязвимость Битрикса, когда мы поймали 28 июля в прошлом году DeFace на своей страничке, ну, на стартовой странице. Соответственно, ну, используемые технологии, вы, наверное, видите на слайде. Что мы делаем дальше? Значит, мы в прошлом году, уже в 22-м, полностью закрыли все наши центры обработки данных, их 6 штук, находятся в Москве, плюс еще один мы открыли, ну, заехали в Удомли, в связи со специальной военной операцией, там мы делаем выделенный сегмент, ну, там по определенным причинам, по своим. Соответственно, у нас сейчас 7 судов, мы полностью закрыты и изнутри, и снаружи. Мы видим все потоки, что у нас происходит. Команда наших специалистов, нашей подвенственной организации, ранее это была Федеральная кадастровая палата, сейчас это публично-правовая компания Роскадастр, порядка 35 человек. Ну, у меня управление, оно достаточно молодое, с июня месяца прошлого года, сейчас у нас там 12 человек, ну, с перспективы мы собираемся до 30 догнать, наверное, к середине следующего года. Ну, и также мы открываем центры мониторинга, которые будут, ну, фактически первой линией во Владивостоке и в Калуге. Так, по плану, мы в этом году уже должны развернуться, там еще плюс 10 человек должно быть на мониторинге, и будем, наверное, стараться уже сокращать персонал с точки зрения ИБ, потому что мы уходим в концепцию О2 и автоматизируем на обработку, ну, работу с инцидентами. Собственно, по событиям, по, ну, так, для того, чтобы понять масштабы нашей работы, мы ежедневно порядка 30 тысяч событий, ну, анализируем. По атакам, ну, у меня написано 45 тысяч, да, или подозрительных событий, ну, если вы говорите уже прям совсем общий пул, вот по вчерашнему отчету, у меня было порядка 130 тысяч атак на наши ресурсы. Ну, там разные описники, разные, там, скажем, и виды атак, но тем не менее мы их отрабатываем. 115 инцидентов, это которые тяжелые, действительно, истории, наверное, не инциденты, инциденты мы считаем, это либо проникновение, либо какое-то событие, которое деструктивные вещи какие-то нам принесло. По 115, скажем, видам, ну, или событиям, по 115 мы отрабатываем в ручном режиме. К большому счету, там, садимся, разбираем. Скажем, сформировали мы свой центр компетенции, наверное, там, не на пустом месте, там, у нас достаточно хорошие подрядчики, это Ростелеком в лице РТК, Солар и Позитив. Также нам еще и лаборатория Касперского помогает, то есть здесь сказать, что мы прям пришли в чистом поле, все построили, наверное, так, ну, покривить душой. Но, тем не менее, коллегам большое спасибо, выручают порой, ну, когда уже тяжелые совершенно вещи начинаются, тогда мы уже это делаем. Соответственно, по покрытию мониторинга в этом году мы, соответственно, продолжаем расширять его на наше территориальное управление. Первое, как бы, мы начинаем, ну, мониторить с точки зрения ЕБ, там, наверное, это блок регистраторов, которые работают с информационными нашими системами. Понятно, что там бухгалтерия какая-нибудь, она пойдет в последнюю очередь, но, тем не менее, там базовые вещи, там, на уровне эти вирусы, там, ничего, кранирую и прочее, у нас уже внедрено. В этом же году мы планируем внедрить, в прошлом году, факультативно, там, с нашими коллегами из кадастровой палаты, мы развернули ядро системы защиты от утечки конфиденциальной информации, прошлись там достаточно интересные результаты у нас. Будем в этом году внедрять систему IDM, в прошлом году мы ее спроектировали, и систему защиты, вот, систему контроля действий прилегированных пользователей. У нас порядка 50 подрядчиков одновременно работает по нашим информационным системам, и мы их должны контролировать. Там бывают инциденты, которые действительно мы отрабатываем, ну, нужно отрабатывать. Соответственно, безопасную конфигурацию мы внедряем, то, что я говорил, в ручном пока режиме мы внедряем, переходим на автоматники, и переходим уже к безопасной разработке программного обеспечения. Вот как раз система, национальная система пространственных данных, она разрабатывается именно с учетом концепции DEF-SECOPPS. По основным вехам, ну, в 20-м году мы собрали, собственно, концепцию, разработали с восходом, в 21-м году мы уже поставили на мониторинг, там, минимально необходимый периметр, скажем так, так, чтобы закрыться и дальше, ну, перейти к чему-то. К концу 22-го года у нас 9 из 13 информационных, критических информационных систем пришли полностью под наш мониторинг. Я не говорю о том, что они не защищены были ранее, да, то есть это, ну, обычный комплайнс, но вот именно работа с точки зрения управления инцидентами, она у нас, ну, началась уже полностью по периметру в этом году. Соответственно, в 23-м году мы перейдем уже на полное покрытие всех наших информационных систем, которые находятся в наших цодах, ну, и в 24-е и далее годы мы уже будем закрываться полностью с точки зрения всего периметра Росреестр. Ну, так, для справки, у нас 60 тысяч пользователей, мы, скажем так, больше, наверное, ну, с какой-то степени офисный, наверное, на ФАИФ, но, и, соответственно, у нас работа с оргтехникой, и вот. Соответственно, что мы делаем? Ну, из суперсервисов, понятная национальная система пространственных данных, результаты, которые мы хотим добиться, это отсутствие любого, ну, и как бы KPI, который у меня стоит, это отсутствие простой системы и обеспечение доступности информационных систем 99,9, с точки зрения оказания и госуслуг, и функционирования информационных систем, ну, и, соответственно, четыре блока, которые мы будем делать, это невозможность утечек персональных данных, понятно, для нас, для каждого, это наша кровная информация, бесперебойная доступность цифровых сервисов, ну, это бы я уже сказал про свой KPI, и функционирование ведомства не прерывается из-за хакерских атак, но это больше, наверное, в госуслуге, потому что каждая там, не знаю, простая, для нас это такое, достаточно большая, ну, очень больно, скажем так, ну, и, соответственно, невозможность подменам данных в реестрах, ну, согласитесь, если в реестре, там, мой участок будет оформлен на кого-то другого, то это будет не то, что трагедия, это прям беда будет. Соответственно, по целевой архитектуре безопасности центра, все внедренные средства, которые у нас есть внизу, мы их сводим под зонтик, это комплексный, наша система называется комплексная система обеспечения информационной безопасности, к САИБ, и сверху мы отрабатываем это, ну, на уровне ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности, которые мы расширим в этом году. Ну, в идеальной картине мира, конечно, этим всем должен управляться один человек, но такого не бывает, я думаю, что, ну, по крайней мере, минимальным персоналом, который у нас сейчас есть, это достаточно большой ФАИФ, я думаю, мы справимся и будем потихоньку, наверное, уходить уже от этой истории. Соответственно, по рекомендациям, наверное, которые хотелось бы сказать, ну, первое, опыт показывает, что все сразу вы никогда в жизни не закроете, то есть вам необходимо действительно определиться с теми событиями, которые для нас, я не знаю, для вас будут наиболее неприемлемы, приемлемы, там, не знаю, приостановка, там, показания у госуслуги, или, там, не знаю, там, вам ваш бизнес где-то встанет в какой-то степени, это раз. Второе, это, ну, с точки зрения обновлений, там, и прочего, это, наверное, такой уже маритон, скажем, с точки зрения проверки хранения ключевой информации, понятное дело, пароли передаются постоянно, пользователей необходимо учить, там, в том числе и жестко. Зачастую даже определенные, ну, сделки при передаче, там, не знаю, того же ключа электронной подписи другому, своему, там, коллеге-сотруднику, они приводят, там, к таким событиям, что страшно порой. Порой страшно. Собственно, ну, и проводить периодически регулярное тестирование и верификацию ваших рисков. То есть, когда мы сформировали наши недопустимые события, их верифицировали, мы поняли, что мы реально, ну, под угрозой. Ну, там, в любой момент ты можешь проснуться, и там может что-то случиться. В итоге мы за два года достаточно большой путь прошли, ну, собственно, все. Коллеги, если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Коллеги, пользуясь случаем, задавайте вопросы Сергею. Пожалуйста, есть, если рука уже торчит, да? Я так понимаю. Добрый день, Никса. Сейчас будет очень странный вопрос, кстати, от потрячих розыгрышей по безопасности. Вот, Сергей, расскажи, вот, относительно, к твоему пониманию, вот, именно, какая должна быть цельная схема вида СССР ФАИВа? Это должен быть, собственно, полностью сок, это должен быть гибридная схема, это должен быть аутсорсинг. Вот, какая схема наилучшая? Ну, смотрит, все зависит от слоева. Если говорить, ну, про нас, для нас достаточно комфортная история, когда у нас на третьей, или там такой виртуальной, четвертой линии поддержки, когда у нас находится достаточно, ну, организация, которая, ну, обладающая экспертизой достаточно тяжелой. То есть, понятное дело, чтобы мы свои кадры там вырастить, там, в моменте, даже за два года, мы, конечно же, подкачали ребятам. Ну, и же нельзя вот удержать. Ты же прекрасно, ты понимаешь. Потому что, коллега, продолжите дискуссию, просто выяснили немножко, вот как удержать эти кадры? Вот первая, вторая, третья линии, как их удержать? Первую, вторую линию достаточно просто. То есть, мы берем сейчас, набираем персонал, там, ну, буквально ведем их со студенческой скамьи, начинаем их прокачивать. Третью линию, ну, как бы, только за идеи. Ну, порой бывает, что люди работают только, ну, зачастую за идеи. Ну, то есть, все понимают, что в фаивах не такие большие зарплаты, как в бизнесе сейчас, с этого года, наверное, это получше, да, или с прошлого. Но получить опыт достаточно большой на первой, второй линии, там, для того же специалиста и для нас, в принципе, так получается, по финансовым, да, ресурсам не так дорого. А третью линию, в любом случае, я думаю, что нужно экспертное сообщество подключать и в лицо, ну, каких-то подрядчиков. Коллеги, большое спасибо. У меня вопрос, пока следующий докладчик у нас готовится. Значит, вопрос такой. Вот вы применили методический подход, рекомендованный Минцифрой, да? В части, то есть, выявления недопустимых событий, потом отработки всех, значит, сценариев, там, регламентов и так далее. Вы почувствовали себя увереннее? Вам это легче стало, на самом деле? Ну, мы начали эту историю еще в 21-м году, до того, как Минцифра это выпустила. Ну, как-то, голь на выдумке хитра, скажем так. Мы понимали, что есть угрозы, есть риски, и мы просто для себя тогда начали, ну, выбрали те моменты, которые для нас недопустимы. Ну, понятно. Я говорю даже не о том, что выбрали самые важные моменты. Это понятно. Насколько вы после завершения этой работы начали ощущать себя в состоянии безопасности? Вообще не стали ощущать себя в состоянии безопасности, если честно. Мы просто поняли, где у нас, ну, откуда исходит угроза, скажу честно. Ну, мы, по крайней мере, понимали, куда наступать, да, или отступать там. Ну, понятно. Понятно, куда бежать, понятно, что делать, и понятно, какие средства нужно на это затрудить. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Прошу. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Пушкин. Очень легко запомнить. Вот. Я являюсь техническим директором компании Перспективный мониторинг. Ну, профиль деятельности компании. Мы являемся коммерческим центром Госсопки. Услуги по МССП. Вот. Отказываем услуги по оценке уровня защищенности. И есть продуктовая разработка. Вот. Ну, а теперь к докладу. На самом деле, вот, я не пожалел, что просидел, прослушал вот весь регуляторный трек, который был вот до нашей секции. И, ну, так получилось, что те вопросы, которые в конце про кадры, про сертификацию поднимались и вызвали такую оживленную дискуссию, вот они в моей презентации тоже присутствуют. Это взгляд нашей компании. Исходя из нашего опыта, я попробую тоже донести вот эти вещи. Ну, начнем с самого простого. Все мы знаем, что информационная безопасность – это три обязательные составляющие. Это люди, процессы и техника. И давайте посмотрим, в каком состоянии каждый из этих блоков находится. Ну, по крайней мере, как мы это видим на рынке, оказывая наши услуги. Значит, ну, что касается техники или средств, как говорится, в 235 приказе в СТЭК. Семь категорий, скажем так, здесь с плюс-минус, но все эти пункты у нас закрываются российскими производителями. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но нет откровенных пробелов, что когда ушли иностранные, скажем, компании, то у нас где-то оказалась просадка. Я даже думаю, и есть практически доказательства, что наши средства в части некоторых лучших моментов работают. Поэтому со средствами, ну, более-менее неплохо. Конечно, есть куда еще расти. Ну, здесь маленькая ремарка, которая у нас появилась за счет указов президента. Да, по 166 мы не можем уже приобретать с марта 22-го года. Ну, а с 1 января 25-го года мы, в общем-то, не можем эксплуатировать в КИИ иностранное программное испечение и программно-аппаратный комплекс. Значит, по процессам. По процессам ситуация тоже бы ничего, вот, скажем, на верхнем уровне. Есть достаточно понятная уже обкатанная по времени процедура взаимодействия с ГОСОПКОЙ. Есть указания, что нужно определенную структуру, ответственную за информационную безопасность, вводить, ну, в организации, которые попадают под 250-й приказ. Про аккредитованные центры ГОСОПКО тоже вот на предыдущем регуляторном треке достаточно подробно рассказывалось. И как они будут выглядеть, мы тоже крайне заинтересованы, ну, потому что наш бизнес строится вот как раз на казане этих услуг. Надо тоже аккредитовываться. И про постоянную оценку уровня защищенности достаточно много нормативных документов, поэтому, ну, здесь они могут отличаться от регулятора к регулятору. Ну, в общем, тоже какое-то понимание есть. А теперь переходим к кадрам, к людям, или, как говорится, в 235-м приказе силам. Вот это, наверное, такая выжимка, которая показывает, что творится. Но это не в одном заказчике, это в целых, наверное, отраслях региональных. И слышали мы, как оказываю услуги по МССП, да, ни от одних специалистов, ни от одних руководителей. Кадров нет, они ушли, и меня назначили потому что, и мы можем вообще не работать с инцидентами, потому что мы туда не доберемся. Но есть еще много замечательных фраз, но, скажем, ну, так себе ситуация. Да, а все-таки люди отвечают за КИИ, и, как бы, скажем, никакие приказы бы не выходили, все-таки от реальности мы сразу не оторвемся. Это, ну, я думаю, что все понимают. Вот. Значит, что по людям? Люди, да, это главный ресурс. Не могу сказать, что они полностью могут, ну, как бы, квалифицированные кадры заменить технику, но то, что они могут собрать на какой-то короткий промежуток времени из бесплатных решений какую-то конструкцию, для того, чтобы хотя бы, чтобы организация взаимодействовала, квалифицированные кадры могут. Вот. Помимо техники, люди должны уметь взаимодействовать друг с другом. Ну, потому что один в поле не воем, в информационной безопасности это абсолютно подтверждает эту ситуацию, и взаимодействие должно быть между людьми, ну, по определенным правилам происходить. Теперь немножко в сторону, ну, все-таки для IT и B, для цифровизации, люди, которые создают системы, они же разработчики, да, и которые их защищают, специалисты SOC, вот, на мой взгляд, порог вхождения в одну и вторую сферу, он кардинально различается, и поэтому на рынке разработчиков различного качества их сильно больше. Почему? Значит, здесь упирается в основном только в желание человека, я хочу стать разработчиком, и у него, кроме, скажем, телефона, ноутбука, больше ему ничего не надо, ну, на первых шагах, потому что количество литературы, русскоязычной, англазичной, или еще на каких-то языках, ее очень много, она вся доступная, видеокурсы по определенным фреймворкам, языкам программирования, каких-то технологиям, их тоже полным-полно, вот, поэтому остается только поставить бесплатную среду и уже делать свой первый проект, и потом уже, ну, как бы, оттачивать навыки, совершенствовать взаимодействие, разработку именно, там, знание алгоритмов и определенные, значит, там, требования к качеству кода. Единственное, что отделяет человека от работы в компании, в корпоративной разработке, ну, это работа в группе, ну, здесь это порог тоже не слишком сложный, учиться работать с ГИТом, отправлять мерджер-квесты и согласовывать изменения, это достаточно быстро можно научиться, плюс сервисы, в которые может разработчик вступить, какой-то опенсурс поддерживая, продвигая, вот, тоже дают эти навыки. А вот, что касается специалиста СОК, тут, ну, конечно, желание может все решить, но здесь, кроме желания, нужно знать три разные сферы и причем знать, ну, на достаточно хорошем уровне. И не все можно собрать у себя на рабочей станции или, ну, в какой-то, скажем так, как изолированной среде. Во-первых, нужно понимать, как информационные системы, в принципе, ну, как они устроены, из каких сервисов состоят, какие протоколы между ними существуют и вообще, какие процессы на них, скажем так, функционируют. Потом нужно понимать, какие атаки есть на веб, на корпоративные сервисы, на какие-то более экзотические, скажем так, отраслевые специфики, но хотя бы офисный сегмент для вхождения вот в СОК, это нужно понимать. Ну, и работать со средствами защиты, конечно, речь не идет только там запустить антивирус и в какой-то режим его поставить. Это работа со средствами обнаружения, с анализаторами логов, с механизмами корреляции вот этих событий. И так просто у себя эту лабораторию уже не получается создать, как вот поставить среду разработки для, скажем так, начинающего программиста. И какие есть пути решения вот этой кадровой проблемы? Я, конечно, как представитель коммерческой компании более свободен в каких-то предложениях чем регуляторы, но, наверное, как игрок рынка могу высказать вот эти вот пожелания и варианты решения. Ну, аутсорсинг функции B, наверное, всем понятен и мы его трогать особо не будем. Вот. А на втором и третьем пункте по либерализации требований к специалистам и способам достаточно оперативного повышения квалификации вот я остановлюсь поподробнее. Значит, что значит либерализация требований к специалистам и B? Ну, все мы знаем, что те, кто выходит с профильных кафедр, далеко не всегда становятся настоящими профессионалами в информационной безопасности. У кого-то знаний практически с ВУЗа не остается, но это не только касается ИБ. Вот. Есть люди-самоучки, которые знают, умеют гораздо больше, чем люди с определенным дипломом. Вот. И для них нужно создать механизм, чтобы они подтвердили свои знания официально. Вот. Работа в колледжах и ребят, где учат больше техническим навыкам, они тоже достаточно хорошие дают подпитку кадров для центров мониторинга. И это тоже нельзя, скажем так, сбрасывать со счетов. И, конечно, вот про создание центра сертификации специалистов почему нет. Есть отличные примеры, как это работает в международном пространстве. И мы точно можем сделать подобные вещи у себя для своих специалистов. И здесь было бы только желание. Там уже все процессы описаны и различные подходы к сертификации тоже можно попробовать. Значит, и повышение квалификации, да, и как можно быстро человека погрузить в какие-то аспекты работы центра мониторинга. Да, нужно брать студентов, да, те, которые стремятся и устраивать для них стажерские программы. Это достаточно практикуется многими игроками на нашем рынке, не только в Москве, но и в достаточно большом количестве региональных городов. ДПО это штука полезная, важная для людей, которые уже получили профильное образование и вот уходят в какую-то специфику, тоже достаточно хорошо работает. И для специалиста СОК, вот та площадка техническая, на которой можно понять, как работает информационная система, какие существуют типовые атаки и как работы со средствами защиты, вот на наш взгляд подход киберполигонов, он достаточно скажем так эффективный и показал уже определенные результаты, но по тому, как мы его внедряем, какие специалисты выходят после обучения. Да, мы разработчики собственного киберполигона и главная идея это не учить практикам атаки, для этого есть существующие площадки, как российские, так и зарубежные, вот здесь главное научить навыкам зам работы со средствами защиты информации и научиться реагировать, ну реагировать это не только ставьте обновление и у вас уязвимость идет, это навыки реагирования исходя, ну вот из подручных средств, где-то настроить межсетевой экран, где-то поставить ход викс, который описан в интернете, вот как раз два дня у нас вызывает все время вопрос с эксченджем, с его обновлением на различных секциях и треках, которые я был, вот здесь тоже можно потренироваться запатчить тот самый эксчендж, чтобы через него в периметр не зашел злоумышленник. И киберполигоны это как раз, ну не так называемую бумажную безопасность, это именно привитие навыков работы руками, это работа с сырыми событиями, с логами, это работа с исходным кодом веб-приложений, это работа с конфигурированием определенных сервисов, то есть вот на киберполигонах вот эти навыки как раз оттачиваются и можно даже без супердорогого межсетевого экрана попытаться сделать ну хотя бы на первых порах что-то в своей организации. Да, в вузах мы достаточно неплохо представлены, это наверное первые наши заказчики, которым уже киберполигон стоит и функционирует уже в учебных программах и несколько цифр, которые мы на текущий момент имеем ДПО несколько программ ну вот уже больше 10 было сделано именно на базе нашего киберполигона подготовлены преподаватели для того, чтобы учить на киберполигонах ну думаю ни для кого не секрет, что преподаватели в вузах на кафедрах информационной безопасности они тоже требуют повышения квалификации и практические знания у них мягко говоря тоже подустарели и для того, чтобы они учили правильно своих студентов и делали акцент на определенных аспектах практической безопасности их как раз нужно тоже обучить вот этим практикам киберучение это уже в общем-то такая отлаженная процедура тут уже такое большое количество мы с 2018 года проводим публичные мероприятия поэтому наверное всякого повидали и настоящие учебные программы реализованы на киберполигоне и уже входят в учебную программу вот программу образования в некоторых вузах спасибо большое за внимание готов ответить на вопросы спасибо коллеги вопросы нет вопросов вместо пожалуйста можно так сказать вы говорили про воспитание кадров в середине презентации в частности методики которые можно привлечь людей для обучения и работы в этой профессии как вы смотрите программа бакбаунти в крупных организациях насколько она помогает или может помочь привлечь интересованных людей не только деньгами но и мотивацией работы в сок профессионального развития доп обучения и так далее бакбаунти это вообще отличная штука сам участник нескольких программ и когда есть официальное разрешение вот система которую заказчик хочет проверить вот сторонними средствами у тебя есть разрешение попробовать ее поломать ну с определенными ограничениями это вот прокачка технических скиллов для вот оценки уровня защищенности самое что ни на есть на мой взгляд бакбаунти оно выше чем вот такая же популярная идея как CTF спасибо спасибо но если нет вопросов тогда прошу тогда значит у меня может быть маленький то ли комментарий то ли вопрос но тем не менее ну вот тут был на последнем слайде символ университета в котором я работаю Губкина да значит я здесь первым университетом который купил значит эту программу Empire и развернул ее и сейчас провели апгрейд и в принципе есть большие серьезные планы использовать этот продукт в учебном процессе для подготовки студентов и в процессе и в программах дополнительного профессионального образования и в программах на самом деле ощущения такие что эффект от проведения киберучения на киберполигоне на самом деле колоссальный вот просто колоссальный настолько быстро появляются те команды о которых вы говорили через там 3-4 тренировки команды начинают понимать что они делают команды научаются взаимодействовать друг с другом потому что возникает не одна команда сразу две одна команда это айтишники а вторая команда это безопасники а между ними взаимодействие налаживается рабочие очень хорошо на самом деле понятно что это одно из вот думается что одно из таких стратегических направлений на самом деле поэтому как бы честь и хвала что сделали этот продукт что он распространяется что мы его используем его надо использовать гораздо шире и мы будем использовать его в учебном процессе для подготовки студентов но это не непростая задача я сказал бы так непростая Потому что ВУЗы, они такие специфические, они требуют разработки учебных программ, введения учебной программы, проведения лабораторных работ, организации. В общем, большая проблема. Но тем не менее, реально. Вопрос такой, а кто выдает сертификаты преподавателям? У нас есть свой внутренний реестр сертифицированных преподавателей. То есть, когда приобретается комплекс, мы проводим обучение преподавательскому составу ВУЗе, проведя через стандартных 6 сценариев, объясняя в деталях каждый этап атаки. И после этого выдаем наши внутренние сертификаты. Понятно, спасибо. Еще вопросы, коллеги? Нет. Но я хотел бы сказать еще дополнительно, что Александр затронул очень большие вопросы, на самом деле, серьезные студенты, связанные, допустим, со стажировкой студентов, потому как это большая проблема на самом деле. И, мне кажется, этот фактор совершенно не развитый сейчас, как бы в стране. Этот фактор существенным образом снижает качество подготовки. Вернее, отсутствие не позволяет дотянуть качество подготовки до необходимого уровня. Ну, это, значит, вот такие наблюдения. Ну, хорошо, спасибо. Если вопросов нет, давайте пойдем дальше. Спасибо вам. Спасибо. Хорошо. Так, прошу, Георгий. Спасибо. Коллеги, рад всех вас видеть. Меня зовут Георгий Тарасов. Я работаю в компании Куратор Лабс и занимаюсь развитием продукта по защите от вредоносных ботов. До этого в течение многих лет я занимался внедрением средств защиты от DDoS-атак и других решений у наших заказчиков-партнеров. Вот на основе обобщенного опыта работы более чем с четырьмя сотнями разных проектов хотел бы поделиться с вами своими соображениями на сугубо практическую тему. Если мы защитились от DDoS-атак, использовали некоторые решения по защите, есть ли у нас еще какие-то риски, если да, то как они выглядят и что с ними нам предстоит делать. Ни для кого не секрет, что особенности с февраля минувшего года субъект КАИ в России и многие другие значимые ресурсы российского сегмента сети интернет подвергались и подвергаются большому количеству масштабных атак на отказ в обслуживании. Эти атаки, как правило, идут волнами, затрагивая определенные сегменты, определенные отрасли и направления активностей. И то, как они выглядят, можно представить себе как айсберг, на верхушке которого мы имеем активность, которая публично не скрывается. То есть это попытки DDoS-атак, которые координируются через чаты в соцсетях, через массовые рассылки. Это использование такой вещи, как заражение фронтендов, когда им конкретные пакеты фронтенд-компонентов подменяются с переходами на вредоносные ссылки, либо для координации DDoS-атак через браузеры пользователей. Но эта активность является скорее верхушкой айсберга, потому что дальше под толщей воды находятся куда более опасные, куда более разрушительные методы, используемые уже через координацию через Darknet, конкретными группами профессионалов. И, скажем так, чем глубже, тем больше последствий несет для государственной организации или для бизнеса пропущенная атака на отказ в обслуживании. Мы видели в минувшем и в этом году уже рекордные цифры для российского интернета. Атаки давно перевалили за терабит в секунду по полосе. Это может вывести из строя инфраструктуру буквально любого провайдера на территории нашей страны, не говоря уж про коммерческие организации. Поэтому к этому вопросу, естественно, нужно подходить серьезно. И, учитывая, что отечественные регуляторы в разных сферах, в частности в финансовой отрасли, требуют от своих подопечных наличие средств и механизмов для защиты от таких атак, насколько это является стопроцентной гарантией, насколько надежным является такой подход для того, чтобы защититься и избежать простоя по-настоящему. В целом, конечно, являются вендорские решения, которые есть сейчас, будь то устройство, будь то операторская защита, будь то облачные сервисы. Они знают и умеют, знают как и умеют бороться с большинством видов кибергроз, которых можно отнести к ТДОС. Но проблема, не очевидная на первый взгляд, непросматриваемая на этапе внедрения, может быть, тем не менее остается. Это вопросы остаточных рисков, какие еще есть возможности у злоумышленников, располагающих мощностями, силами и средствами для организации ТДОС-АТАК, навредить организации, которая использует на своей стороне защитные средства. Факторов для того, чтобы такие риски вообще возникли, их есть достаточно много, они имеют разный приоритет. Я остановлюсь на самых важных, на мой взгляд, из них. В первую очередь, особенно у крупных организаций с развитой интернет-инфраструктурой, как правило, не все ее участки ставятся в первую очередь за защиту. Будь то перевод трафика через отдельные IP-адреса или подсети, либо подключение соответствующих virtual appliance, либо коробок в дата-центрах. Есть сервисы, которые не считаются приоритетными изначально, такие как, например, сервис корпоративной видеосвязи. Часто мы видим у заказчиков, что его не пытаются защищать, потому что протокол, который там используется, плохо подходит для фильтрации современными механизмами. Тем не менее, да, это такой же критический сегмент для работы организации, особенно в условиях удаленки. Точки входа в защищенную сеть, даже при условии того, что работают алгоритмы защиты, даже при условии того, что сеть защищена, взаумышленники могут выявить, обнаружить и использовать для того, чтобы средства защиты от DDoS банально обойти, ударив по тем адресам, сетям, точкам инфраструктуры, которые спрятаны от внешних глаз. Помимо этого, многие организации используют так называемые комбинированные решения по защите от DDoS, когда несколько компонентов сочетаются в инфраструктуре или на входе в нее для того, чтобы защищать от разных типов атак. Например, для прикладных атак отдельно, для атак на полосу, на исчерпание канальной емкости используется, к примеру, операторская защита. Мы на это посмотрим чуть более подробно. И, наконец, последний по списку, но не последний по значимости, фактор, то, что есть виды атак с использованием вредносных ботов, которые де-юре не являются DDoS, потому что сами по себе не направлены на вывод из строя компонентов инфраструктуры, а на решение других задач взаумышленников. Но при этом их массовость, активность и сложность детектирования могут причинить большой урон организации либо через деградацию производительности сервисов, которыми пользуются юзеры, либо монально причиняя прямой финансовый ущерб, создавая риски для организации уже такого рода. Давайте пойдем по порядку. Точки входа в инфраструктуру – это тема не нова, нам уже доводилось о ней рассказывать. Тем не менее, посмотреть на эту картину будет ценно для тех, кто отвечает за работоспособность инфраструктуры. Есть довольно большое количество методов, новых и не очень, для того, чтобы обойти средства защиты, для того, чтобы обнаружить IP-адреса, открытые порты, которые могут стать точками приема мусорного трафика от DDoS-ботнета. И в момент, когда трафик попадает туда, наличие и работа средств защиты уже становится не такой актуальной, потому что мусорный трафик ее обходит, попадает на прямую инфраструктуру, перегружает критические секции, будь то балансировщики, каналы связи, firewall-веб-приложения или непосредственно сервера, которые отвечают за обработку обращений пользователей. И в этой ситуации средства защиты просто становятся неактуальны, потому что атака уже достигла цели. Такие вещи, как история DNS-записей, когда одни и те же IP-адреса сначала используются напрямую, а потом ставились за средства защиты. При этом злоумышленник, покопавшись в истории, может их вытащить и направить атаку непосредственно на них. Для организации, которая владеет собственными автономными системами и подсетями, рут-объектами, понятно, что информация в базах регистраторов, таких как RIPE, публичная, ее можно проверить и выяснить, какие IP относятся к данной организации, организовать атаку на них. Данные из DNS-зоны, MX-записи, IPv6, Resolution могут содержать активные IP-адреса, которые сейчас используются в компании, при том, что, например, основной сайт и критические сервисы находятся под защитой. Все равно, если все это живет в одном цоде, либо в одном сегменте облака, атака на адреса, вытащенные оттуда, может причинить сопоставимый урон. Информация о субдоменах может содержаться непосредственно в коде фронтенда сайта или мобильного приложения. Пути к файлам с картинками и с прочим медиа также могут содержать поддомены, которые ведут в ту же инфраструктуру, опять же, можно использовать для denial of service атаки. Информация из сертификата шифрования TLS. Путем достаточно простого перебора по имеющимся, вытащенному из Handshake сертификату можно найти реальный IP-адрес, для которого он будет валидным. Таким образом, злоумышленник находит сайт, находящийся позади защиты, и может его атаковать. Ну и сервисы, которые исходящее соединение генерируют, опять же, могут попасть в ловушку злоумышленника и выдать критически важную информацию, которая потом будет им использована. Таким образом, методы обхода, они известны многим группировкам, которые занимаются DDoS-атаками постоянно, эксплуатируются ими. И по факту, ответственность вендора защиты, который занимается предотвращением DDoS на сайты, на инфраструктуру, на сети, здесь вендор защиты, скорее всего, не сможет ничего сделать без кооперации непосредственно с имеющимся в компании департаментом эксплуатации, или СОК, который отвечает за эти точки входа. Фактически, нетрудно догадаться, что большинство этих проблем лечится аудитом на своей стороне. То есть необходимо проверить информацию по данным полям, устранить белые пятна, устранить точки входа, которые сейчас не нужны, и таким образом закрыть эти угрозы. На уровне рекомендаций мы, например, своим заказчикам и партнерам постоянно об этом напоминаем. Но эта активность, она, естественно, не одноразовая, она должна производиться достаточно регулярно с определенной частотой, особенно учитывая, что появляются новые ресурсы, выпускаются новые сервисы, обновляются приложения. Эти точки входа могут возникнуть там, где их меньше всего ждут. Если мы говорим про комбинированные решения, которые все еще популярны в качестве средств защиты, три самых популярных комбинации, по крайней мере, из моего опыта. Первое – это когда есть некоторые устройства для фильтрации прикладного трафика, в частности шифрованного, особенно актуально для банков и госорганизаций. При этом защиту инфраструктуры обеспечивает оператор связи, у которого есть устройство на своих каналах. Другой вариант – это когда вместо коробки на своей стороне сайты и сервисы, мобильные приложения защищены в облачном провайдере, в MSSP, а для инфраструктуры как раз используются фильтры трафика коробочного типа. Ну и сочетание облака и оператора связи по такой же логике. Для прикладного трафика облака, для инфраструктуры – то, что делает сетевой провайдер. Эти комбинированные решения достаточно популярны, потому что их проще бюджетировать, потому что они, по крайней мере, на бумаге закрывают и перекрывают зоны ответственности по всем рискам, связанным с DDoS-атаками, связанными с потенциальными сетевыми отказами. Тем не менее, для каждой из них уже есть устоявшиеся практики у злоумышленников, конкретные векторы и сочетания векторов атак, которые направлены на стык возможностей этих решений. Соответственно, эксплуатируются слабые стороны обоих решений в данной связке, и атака может достичь цели. Таким примером является, например, для сочетания из коробки оператора. Это DDoS прикладного уровня с достаточно большим количеством запросов в секунду. Операторская защита, трафик, особенно шифрованный, фильтровать не будет, а устройство типа WAV имеет сугубо ограниченную производительность в сравнении с фильтрами, которые могли бы такую атаку остановить. Поэтому выход из строя прикладного фильтра при такой атаке – это достаточно частое явление. При использовании облака для фильтрации трафика до сервисов, но без защиты инфраструктуры, опять же, возникает большое количество тех самых точек входа, которые злоумышленник может обнаружить и налить атаку мимо облочных ресурсов. Как правило, это будет значить исчерпание канальной емкости. Сколько бы коробок в свою часть вы не поставили, все равно гонка вооружений идет по полосе трафика, и атакующий здесь далеко впереди возможностей и провайдеров, и корпоративных инфраструктур, и вендоров защиты. Для сочетания из облака и оператора связи существует целый набор мультивекторных атак, когда в рамках одного и того же DDoS-инцидента используются сразу с десяток разных векторов, десяток разных протоколов, и там, где не справляется оператор, трафик может не попасть в облако и при этом остаться незамеченным для оператора связи. Особенно характерно для использования прикладных векторов атак с запросами к API, с запросами к веб-сайту и так далее. Мы посмотрели на то, что бывает с DDoS-атаками, как они могут обойти уже существующие компоненты защиты и их комбинации, но помимо DDoS у нас есть еще такая штука, как бот-атаки. Чем они отличаются? По идее, DDoS-атаки тоже используют ботов, в частности прикладная, может эксплуатировать похожих на человеческих пользователей источников трафика, источников запросов. Однако, как правило, основное поведение, основная направленность этой активности немножко отличается. Если DDoS-атаку можно сравнить с потопом, который заливает сразу все окна, двери и делает недоступным вообще использование какого-то участка инфраструктуры, то бот-атака больше похожа на текущий кран. Да, он, на первый взгляд, не приносит много вреда. Да, он не делает огромную лужу на полу. Но этот кран капает сутками, днями, неделями, месяцами. И по итогу какого-нибудь отчетного периода можно увидеть реальную разрушительную деятельность, которую за время своей работы боты могли причинить. Если говорить про вредоносную бот-активность, которая выходит на передний план, самые разрушительные ее варианты, особенно применимы к нашей с вами сфере, это вызывание деградации производительности, либо точечный denial of service в современных микросервисных инфраструктурах, когда за конкретный участок, например, банк-клиентского приложения или мобильного приложения отвечает конкретный микросервис, к которому обращается за специальными действиями, направленная атака непосредственно за этой активностью, то есть, к примеру, получение координат на карте через маппинг-сервис, может привести к выходу из строя конкретного компонента. Да, это не положит весь ресурс, это не вызовет проблемы у всех пользователей, но те, кто пользуются конкретно этой фичей, этой функцией, будут испытывать проблемы. Сбор персональных данных. Ну, здесь все понятно. Регуляторик и законодательство явным образом говорят нам о том, что это киберпреступление. Эксплуатация компонентов банковской экосистемы, которые существуют сейчас у большинства крупных организаций, это программа лояльности, партнерство с ритейл-организациями, какие-то внутренние промо-акции. Боты с радостью абьюзят через доступ к аккаунтам выводы разных бонусов, использование скидок и прочее. Ну и, наконец, моя любимая тема. Кто-нибудь в зале, кто сталкивался с тем, что у них смс-ки для двухфакторной аутентификации, бюджет месячный выгребали за день. Есть такие? Окей, ну тогда желаю вам никогда с этим не встретиться. Частый вектор бот-атак – это исчерпание бюджетов на двухфакторную аутентификацию, это смс-ки, это миллионы рублей в сутки просто за счет запросов к логин-формам. Понятно, что даже без простого ресурса все эти виды активности могут причинить серьезный ущерб, как финансовый, так и репутационный для любого круга организаций. Если говорить про основные таргеты для бот-атак, по сегментам, из того, что мы наблюдаем в своей экспертной области, самые лакомые участки интернета для ботов – это мобильное приложение интернет-банка, это медиа-сервисы, это все, что связано с заказом билетов, с логистикой, с транспортом, онлайн-ритейл и соцсети. У каждого из этих сегментов есть свои излюбленные векторы для ботов. Для банков, например, как я уже говорил, это двухфакторка и попытки доступа к аккаунтам через перебор паролей, через credential staffing, абьюз промо-акций. Так или иначе, все эти сегменты страдают примерно в равной мере, если говорить про количество инцидентов и их интенсивность. Мониторить на предмет бота так свою инфраструктуру достаточно сложно, потому что поведение зачастую копирует, мимикрирует подчеловеческое, используются легитимные запросы, нет мусорного трафика, используется история действий пользователя, сравнимая с тем, что делает наш рядовой юзер в мобильном приложении. И самое главное, что средства DDoS-защиты, которые сейчас общеприняты, они данную активность регистрируют достаточно плохо. Плохо ее обнаруживают и еще хуже справляются с ее блокировкой, потому что блокировка источников трафика, IP-адресов под сетей, откуда льется трафик ботов, неизбежно приводит к тому, что хорошие пользователи тоже теряют доступ, находясь в этих же сетях. Требуются более тонкие инструменты, фэрвол веб-приложение может с этим справиться, а также специализированные сервисы по бот-защите, которые анализируют окружение и не пускают запросы тех, кто показал себя недостаточно по-человечески. При этом такой вариант, как Копча, естественно, первое, что приходит на ум. Он изначально создавался для этой цели, но на текущий момент он имеет достаточно много минусов, чтобы его не использовать, особенно в мобильных приложениях, и применять другие, более интеллектуальные методы. Таким образом, мы посмотрели на остаточные риски, что бывает с уже защищенными от ADOS-организациями, как атаки могут пролезть в обход, как активность ботов может навредить ресурсам. Что с этим делать? Аудит на своей стороне, используя специализированные решения для того, чтобы фильтровать конкретно бот-трафик, помогут эти остаточные риски свести к минимуму. Большое спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, спасибо. Коллеги, вопросы? Наверное, устал уже зал. Хорошо, спасибо. Нет вопросов. Ну и последний у нас докладчик, который завершает на самом деле практически конференцию. Дмитрий, прошу вас. Коллеги, добрый день. Приятно участвовать в закрытии нашей сессии. Меня зовут Карпачев Дмитрий, я директор по информационной безопасности по ОВМ Пелком от Билайн. У многих у вас сим-карты Билайна, насколько я знаю. Все с компанией знакомы. Тема моего доклада – это выбор инструментов ФБ на основе рискоориентированного подхода. Потому что, когда мы хотим купить какой-то продукт, какое-то решение, очень важно понимать, а для чего мы это делаем, как мы хотим это выбрать, что мы хотим ставить во главу угла при выборе того или иного решения. Соответственно, если составить большой список, здесь видно основные решения, которые сейчас, ну, наверное, во всех компаниях используются, и понять, а вот что первое внедрять, что второе. Стоит что-то вообще покупать, а на что нам надо ориентироваться. Соответственно, можно пойти несколькими такими самыми распространенными путями. Информационная безопасность, не общаясь с бизнесом, выбирает то, что они хотят. Говорит, блин, вот ДДОС классно были на презентации, нам понравилось, давайте берем. Есть ДДОС-атаки, нет ДДОС-атак. Да, бог его знает, может быть, я никогда-нибудь буду. Выбираем то, на что дали денег. Бизнес говорит, вот вам бюджет. Мы смотрим такие, ну, наверное, вот на это нам хватит денег, давайте купим. Или приходим к бизнесу и говорят, а что вы хотите? Они говорят, а мы вообще не понимаем, о чем вы говорите, на каком языке вы нам расскажите. И вот такое непонимание. Соответственно, надо что-то придумать. И мы пошли по пути рискоориентированного подхода, сделали некую методику оценки, вы согласовали ее с бизнесом, бизнес понял, наконец-то, о чем ему говорят, что мы им пытаемся донести, как бизнес сам может влиять на то, что мы ему предлагаем, и какие решениями мы что закрываем. Соответственно, первое, что мы сделали, это нарисовали такую круговую, кружочки Эйлера с основными свойствами информационной безопасности, конфиденциальность, целостность, доступность. Дальше, те продукты, которые у нас, возможно, мы хотели бы внедрить, использовать, либо купить, сгруппировали по проектам. Все решения, PAM, DDoS, SDLC, какой-нибудь там, DUST, все что угодно. Бизнес в этот момент говорит, ну да, понятно, что с этим делать. Давайте пойдем дальше. Мы расписали возможные риски, которые мы хотим закрыть этими проектами, этими продуктами. Рассказали про возможные векторы атак, возможные риски, которые несут там то ли иное успешная атака на какую-то информационную систему, какой-то ресурс. Бизнес говорит, да, уже понятно, уже круто. Как это нам теперь все посчитать? Соответственно, мы раскидали те риски, которые были на предыдущем слайде по направлениям целостность, конфиденциальность, доступность и посмотрели, а что же у нас больше всего чего-либо закрывает в этих круговых диаграммах. Дальше нарисовали такую классную матрицу, где мы, с одной стороны, указали риски, которые возможны в информационной безопасности по нашим направлениям и группы митигации проектов, что к чему относится. Следующим шагом мы посмотрели по некой условной модели, это здесь указано для примера, а где же у нас наиболее серьезные риски на данный момент и выделили эти риски как бы в цветовой гамме. Ну, соответственно, красные риски максимальные, желтые поменьше, зелененькие здесь нету, соответственно, риски минимальные для наглядности. И посмотрели следующим шагом, а какой же проект у нас, какой риск митигирует, что он закрывает. Показали это все бизнесы, они говорят, да, классно, подход очень хороший. А что в итоге-то? Вот вы вот это вот все нарисовали, классно, все понятно, все счеты, а что мы получим в итоге? Мы показываем, смотрите, вот у нас есть исходное, условно говоря, состояние, которое 12-22, конец года, и мы можем пойти в три состояния. У нас здесь есть некая матрица, где мы оцениваем возможности реализации рисков с одной стороны по EBITDA, с другой стороны по вероятности, которые могут случиться при реализации либо там риска, либо успешного выполнения той или иной атаки. Бизнес говорит, да, классно, теперь понятнее. Вы снижаете риски, у вас остаются некие остаточные риски. Очень классно, сколько это все может стоить, потому что у нас было три возможных состояния, и мы посчитали приблизительно, что реализация каждого направления стоит приблизительно столько-то денег. То есть минимальная митигация у нас в первом проекте, например, 100 долларов, митигация до следующего уровня 140 долларов, в следующем уровне 190. И, соответственно, нам нужно взять тогда вот такие-то, такие-то проекты, которые мы будем использовать по этим направлениям. И мы приходим к неким остаточным рискам, которые бизнес, например, говорит, да, там для нас это приемлемо, нам это нравится, на это мы готовы выделить деньги, и мы показываем, что может быть, например, с точки зрения даже не денег, а в неком промежуточном этапе, что это будет для бизнеса. То есть если там, например, та же успешная DDoS-атака, лежит сайт, что получает, как это видит бизнес вот в текущий момент, что у них происходит обращение клиентов, падает удовлетворенно сервисом у клиентов, это плохо, плюс отток опосредованных денег. И, соответственно, дальше мы по каждому квадратику считаем, как бы, как отранжировать проект это в итоге. И по каждому квадратику мы посчитали снижение рисков, в котором у нас есть, то есть у нас есть пересечение рисков, проектов, и посчитали, какой у нас риск получается по каждому проекту остаточный. Ну, соответственно, у нас от одного до восьми получается, и посчитали, сколько это будет стоить в деньгах. И дальше мы посмотрели, что, Например, вот этот вот проект у нас максимально минимизирует риск, то есть у него при его реализации, соответственно, остаточный риск получается минимальный, но он стоит очень-очень много денег. С другой стороны, у нас есть проекты, которые стоят очень-очень мало денег, но по большому счету они бесполезны, потому что у них минимизация риска очень несущественная. И мы пошли по такому принципу, что обсудили с бизнесом, что они хотят минимизировать риски, либо сэкономить деньги. Бизнес сказал, да, конечно, мы хотим минимизировать риски, мы говорим, отлично, вот матрица, которая нам показывает, что вот этот вот риск снижения до такого-то уровня будет стоить в таких-то вот деньгах, там нужно внедрять такие-то проекты. Бизнес сказал, это круто, вы специалисты, решайте, мы согласны. Соответственно, мы проранжировали те проекты, которые мы хотели выполнить для реализации наших задач и минимизации рисков, согласовались с бизнесом, они сказали, да, классно, нам теперь все понятно, на что уходят деньги, что нам надо потратить, что мы за это получим. Все? Вопросы? Вопросы? Очень понравилось. Но остаточный риск все равно остается, инциденты все равно случаются. И как бизнес, ну, осознает, что деньги он потратил правильно? Ну, на самом деле, бизнес прекрасно понимает, что невозможно закрыться на 100%, что всегда есть некий черный лебедь, либо Zoom. Плюс все мы используем зарубежные программные обеспечения в той или иной мере, и там как минимум может быть НДВ. Соответственно, бизнес понимает некую экспертную оценку. То есть он либо нанимает людей, которым он доверяет специалистам, с которыми он может говорить, что да. Ему специалист объясняет, что вы сделали, по каким методикам, а почему вы считаете, что вот это решение приведет к минимизации риска. Когда кто-то хочет требовать стопроцентной защиты, это очень хороший вариант, когда мы просто изолируем сеть, никого туда не пускаем, она полностью закрыта, железный ящик. Все, это абсолютно безопасно, никого туда не пускаем. Поэтому здесь, если бы можно было сделать как выключатели, например, бинарное состояние, либо у нас все защищено, либо не защищено, информационная безопасность, наверное, была бы очень простая тогда. Мы выполняем какие-то вещи, говорим, все, мы здесь все выполнили, это 100%. Но рискоориентированный подход, он как раз и говорит про вероятность ущерба, его последствия и квадрат. И, соответственно, нельзя прийти в этом случае к стопроцентной реализации всех средств, которые бы позволили нам полностью исключить защиту. То есть я про такие возможности реализации риска, я такие даже не слышал. Экспертная оценка? Спасибо. Бизнес плюс бизнес, если он не уверен, он может нанять, например, стороннюю компанию для оценки реализованных мер. Прошу, пожалуйста, еще две руки, Михаил, прошу. Вот, методика, я не усмотрел там как раз таких вещей, как потери. Ведь риск считается вероятность угрозы, умноженная на вероятность преодоления защиты и на стоимость ресурсов. Вот как раз когда вы снижаете величину потерь, именно стоимость ресурсов потерянных, тогда вам легко будет доказать бизнесу, что в первую очередь нужно защищать. Ну, как-то вот в этой методике я увидел угрозы, какие-то уязвимости, а вот, собственно говоря, стоимостную оценку, то, собственно говоря, что является конечной целью, там не просмотрел я. Нет, она там была, на самом деле, если слайд вернут, там была оценка в ЕБИДДе. Вот, если бы вы формулу записали, где у вас вероятность, угроза, вероятность, скажем, преодоления защиты и ЕБИДДА участвует в этой формуле, ну, каким-то образом, тогда было бы понятно. Ну, смотрите, здесь вариант предоставления информации, наверное, ну, можно было собрать обратную связь, тогда показав эту презентацию, либо методику заранее. Да, то есть, мы когда показывали бизнес, бизнес сказал, да, нам понятно все, для нас это был результат. Бизнес сказал, нам понятно, как вы записали методику, каким образом у вас был проведен расчет. Там не видно вот сейчас. Ну, допустим, есть какая-то некая вероятность, вы могли за 20 с лишним лет набрать статистику ДОС АТАК на сервисы Билайна. И мы могли, скажем так, понимать, что это было в результате преодоления каких-то ваших систем защиты. Вот, и подсчитать потери от недополучения клиентами услуг. Вот у меня стоит, допустим, Билайна, я клиент Билайна многолетний, и я не могу пользоваться связью. Вот, скажем так, мне сейчас самому надо какие-то бизнес-задачи решать, а связи нет. Там же все было в презентации, я же сказал. В квадрате было указано EBITDA снижение. То есть, если в таком-то уровне при реализации, у нас, возможно, вот такие вот потери, умноженные на вероятность. Потом, по поводу статистики ДОС АТАК, она абсолютно нерелевантна. Случился 22-й год, количество атак на компании, начиная с ДДОСа и другие возможные проникновения 0D, АПТ и все остальное, они увеличились в разы. Но вот это вот статистика предыдущая, которая спокойная. Ну, здесь, когда с статистикой подразумеваем, то это, конечно, не гауссовское распределение. Когда и наиболее часто встречающиеся, и МОДА, и Медиана, они все на одной точке стоят. У вас, конечно, есть выборцы, которые это распределение делают каким-то образом. Никакого отношения это не имеет к реальному расчету, то, что вы сейчас сказали. Мы говорим о том, что если у нас случится ДДОС АТАК, вообще без разницы на предыдущую статистику, что у нас произойдет, что если у нас сайт будет недоступен. Мы вот так вот рассчитываем, а не те статистические вещи, которые были раньше. Ну, вы привели в качестве примера такую вещь, как максимально закрыть сеть, изолировать ее от внешних воздействий. Но тогда вы потеряете как раз то самое, вашу услугу. То есть людям будет недоступна связь. Все правильно, но она будет в безопасности. Бизнесу это не понравится. Я просто вопрос. Хорошо, я понял. Спасибо. Хорошо, спасибо. Еще был вопрос, по-моему, да? Пожалуйста. Да, добрый день. Подскажите, пожалуйста, два вопросика. Первый, наверное, связан с предыдущим коллегой. Вы отобразили EBITDA Impact. Можете там в двух словах рассказать, как дошли до EBITDA, вот саму методику расчета, и как повышали уровень доверия бизнеса к вот этому расчету? Потому что, ну, камень преткновения, бизнес верит в ваши расчеты или нет? Это первый вопрос, а второй чуть позже задам. Ну, здесь все очень просто. Бизнес должен понимать тот язык, на котором он работает. Бизнесу вот эти все слова, там, DDoS-атаки, APT-0D, они говорят, что, не-не, подожди, о чем это вообще? Результат-то какой? Мы говорим, ну, вот там, сайт будет не работать, хакеры на нас нападут. Он говорит, ну, хорошо, да, дальше-то что? Мы говорим, ну, денег вы потеряете. Ага, супер, отлично, это уже нам более понятно. Мы бизнесмены, мы в деньгах все считаем. Отлично. EBITDA. Для нас понятный инструмент. Супер. Объясните теперь, как вы считаете наши потери в EBITDA. У нас есть внутренняя методика расчета рисков компании. Собственно, мы на основе этой методики и убедили бизнес, что вот эти вот наши действия, они из-за, условно говоря, возможной там хакерской атаки переходят к потере в EBITDA. Бизнес посмотрел, сказал, да, все классно. Хорошо, спасибо, понятно. И второй вопрос связан с историей недопустимых событий. Ну, опять же, мы в своей практике сталкиваемся с такой ситуацией, что есть часть защиты, которая экономически необосновываема. То есть есть просто вещи, которые бизнес считает не должны происходить. И тут экономика ни при чем. Вот, опять же, если у вас такая же ситуация, если есть, то как вы в своей методике оставили для себя путь, чтобы защиту для таких вещей тоже делать без экономического обоснования? Нет, ну, здесь все то же самое. То есть бизнес говорит, условно говоря, что риск остановки услуг предоставления связи для нас абсолютно неприемлем. Мы говорим, да, хорошо, вот это будет стоить столько-то, они сказали, отлично, делайте. То есть вы все равно это считаете туда же? Ну, все проекты, которые, то есть есть риски, да, мы смотрим сначала на риски, которые возможны. Дальше мы говорим, что вот риск этот мы считаем неприемлемым. Это неприемлемое событие вообще, оно не должно случиться. У него наливает толерантность. Мы говорим, вот это будет стоить столько-то. Это как человек, который очень хочет кушать, он, если очень хочет кушать, и у него есть деньги, он купит условный хлеб, сколько бы он ни стоил. Есть цена, есть ценность. Вот в данный момент для голодного человека там хлеб, он бесценен абсолютно. Или вода, наверное, более лучший пример. Здесь то же самое. Ну, то есть понятно, со звездочкой история. Когда мы показываем и говорим, мы хотим купить какое-то средство защиты, оно стоит, условно говоря, миллион рублей. Бизнес говорит, да, круто, а какой риск оно закрывает? Мы говорим, ну, вот такой-то. Он говорит, а в деньгах что это может быть? Мы говорим, ну, если он случится, у нас ущерб будет 10 тысяч рублей. Бизнес говорит, ну, вообще неинтересно. Мы сейчас денег столько потратим, а максимальное решение. Максимальная потеря 10 тысяч рублей. Да, это как защита персданных. То есть когда там вот еще это все только начиналось, там штрафы копеечные были, когда просто, и там были там всегда разговоры. А можем мы сразу заплатить вот как бы на год вперед и вообще не заниматься защитой персональных данных? Нам неинтересно прям. Там не пустить проверку Роскомнадзора, сколько стоит штраф 30 тысяч рублей? Выпишите нам сразу, мы там заполним, когда вы придете и все. Ну, такой подход как бы. Ну, наверное, уже все. Спасибо, Дмитрий. Ну, тут нужно сказать, вы видите, что такой методический подход возможен. Возможен, да? Он оправдан с точки зрения компании? Оправдан. Они, не они, бизнес руководящий компанией принимает на себя все риски возникающие в связи с использованием подобного методического подхода. И проблем нет. Что он противоречит как бы тому, что как бы нам говорят регуляторы? Ну, да. Но я бы тут вот, ну, к этому вопросу отнесся бы очень аккуратно и сдержанно. Потому что сейчас вот давать оценки, хорошо это или плохо, я бы не стал, да? Надо немножко посмотреть. Поэтому молодцы, соображают, практически сформулировали задачу. Как там дальше что получается и какие у них проблемы могут возникать в будущем? Ну, об этом нужно думать. Хорошо, спасибо. Ну, коллеги дорогие, на этом мы, так сказать, вот наши темы все исчерпали, докладчики выступили. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить докладчиков за прекрасные доклады. Вот, спасибо большое. Второе, вот, давайте. Второе, спасибо вам, что вы, кстати, досидели до конца второго дня нашего, нашей конференции. И вот тоже спасибо вам. Будем надеяться на то, что мы продолжим подобные встречи в будущем, что они будут более конкретными. Еще нам есть что совершенствовать. Они, мы будем стараться ставить на них наиболее актуальные вопросы, которые возникают, и более детально их еще и рассматривать. Поэтому, я думаю, что мы все из этой конференции что-то, и докладчики в том числе, что-то вынесли, что-то пообщались, что-то получили, какую-то информацию. И в общем и целом, вот это вот направление знания или деятельности, которое называется информативная безопасность, в каком-то смысле немножко двинулось вперед. И это уже хорошо. Спасибо вам большое. Здоровья, успехов, настроения. Хорошо. Спасибо. Спасибо.